здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горина с нами на связи из русалима израильский политолог арик эльман здравствуйте арик добрый день ну что первая серьезная проблема в новой коалиции я имею ввиду то что партия мерит заявила что она не будет голосовать за так называемый закон о гражданстве точнее его пролонгирование это закон для тех кто не знает не разрешает давать гражданство палестинским арабам и арабкам которые выходят замуж или женятся на гражданах израиля вот теперь дилемма будет у коалиции мерит спротив оппозиция вряд ли поддержит и судя по всему если не произойдет какого-то чуда то есть не сторгуется коалиция оппозиция то закон не пройдет но дело даже не в этом я уверен что найдут какой-нибудь чиновичью закорючку и сумеет продолжить этот закон на какое-то время вопрос в том что коалиция впервые первый раз выдерживает серьезный удар до сих пор ее члены заявляли что они откладывают все идеологические разногласия на потом и будут заниматься только конкретными делами и вот выясняется что этот не совсем так ну да и на самом деле это подтверждает ту критику которую высказывала оппозиция в адрес коалиции когда их спрашивали почему вы не хотите поддержать тот закон оппозиция отвечала что таким образом мы должны будем давать этой коалиции легитимность который мы отрицаем именно потому что она является сказать не святым союзом между правыми и левыми ради власти такова оппозиция так говорит оппозиция мы будем мы станем таким полисом страховым полисом этой коалиции с правой стороны и и в чем тогда смысл существования оппозиции в классе на самом деле есть у коалиции достаточно простой выход который предлагал предлагает экс-премьер-министр натаньягу от имени ликуда там правда были возражения со стороны партнеров ликуда но я думаю что натаньягу может их привести к общему знаменателю идея состояла в том что сначала коалиция поддерживает в предварительном чтении предлагаемой оппозиции закона миграции основной закона миграции который должен будет решить проблемы связанные с воссоединением семьи палестинцев в более более упорядоченной форме основного закона после чего оппозиция даст коалиции отсрочку на два месяца проголосует за продление действия нынешнего временного положения до тех пор пока не будет принят от основной закон о миграции во втором и третьем чтении коалиция может теоретически пойти по этому пути и тогда вопрос конкретная проблема будет решена проблема с другая проблема возникнет политическая поскольку тогда коалиция фактически пойдет против желания своих более левых элементов то есть в первую очередь партии рам разумеется исламистов и мерец что тогда произойдет когда коалиции потребуются эти голоса например в голоса не бюджет скажем в рам говорят сейчас что они хотят показать руководству коалиции что их поддержка не гарантирована и что они должны получать конкретные дивиденды того что они эту коалицию поддерживать надо напомнить что фактически коллекционные соглашения сразу еще не подписаны представители рам не заняли никаких позиций постов нового правительства поэтому здесь все на самом деле висит на волоске в этом смысле коалиция не и руководство коллекции не уверена может ли она позволить себе рисковать есть уже сказали практический элемент да и тут вы совершенно правы если действие этого временного положения прекратится то все заявки на воссоединение семей получения постоянного статуса постоянных жителей для палестинцев и граждан других арабских стран которые заключают браки с израильтянами будут поступать министерство внутренних дел и понятно что там они руководство под чутким руководством аель шакет будут лежать достаточно долго пока израильское правительство парламент не примут какие-то меры по этому поводу но с точки зрения политической понятно что для коалиции для правой части этой коалиции это будет удар по репутации не даром лидеры этих правых до шакет элькин сам беннет так предлагают большие усилия для того чтобы возложить ответственность за подобное развитие событий именно на оппозицию обвинить его в том что она действует против интересов государства израиль из узких политических соображений то есть здесь есть как говорится горячая картофель она мяч который надо переделать на половину поля противника что если все сорвется в конечном итоге в провале не обвинили тебя это по это работало пока голоса против раздавались только в рам сейчас когда уже вся партия мерец говорит о чтобы голосовать против это несколько сложнее потому что понятно что кризис внутри коалиции он гораздо глубже чем просто там непонимание точечное непонимание или там проблемы и имиджа и и арабского партнера еще одна проблема с которую столкнулась новая коалиция то есть проблем это очень-то старая я имею ввиду коронавирус но сейчас он в очередной раз обострился там идут споры как-то называть четвертой волной или не волной не имеет даже значения но ситуация показывает что коалиция которая критиковала предыдущее правительство которое теперь находится в оппозиции справиться пока не может и дело даже не в он не может справиться с этой новой волной это понятно новый штамп появился все естественно но идет какая-то неразбериха с которую не могут упорядочить и развязать особенно с аэропортом и ничего кроме грозных заявлений что если понадобится то мы снова закроем аэропорт не происходит неразбериха продолжаются тысячи граждан которые прилетают проходят без проверок и справиться с этим не могут несмотря на то что назначен новый там координатор действий правительства непосредственно в аэропорт в связи с этим обострилась и ситуация особенно с россией людей снимают с рейсов штрафуют за то что они туда пытаются улететь и так далее все это порождает много разговоров дискриминации почему именно российских граждан или израильтян с российскими паспортами заворачивают и так жестко штрафуют депутаты которые декларировали себя как поддержка русскоязычной общины молчат в общем ситуация какая-то странная складывается почему ну потому что в этом правительстве находится немало и в этой калиции находится немало людей и политических сил которые в ходе пандемии заняли весьма понятные позиции они стали короноскептиками потому что по большому счету они видели в этом свою роль как оппозиционеров не надо забывать что большинство этих депутатов в том числе русскоязычных находились в оппозиции предыдущему правительству и эта оппозиция реальность такого простиралась и на сферу борьбы с коронавирусом часть нынешних членов коалиции выступали против специфических мер потому что видели в них превышение полномочий нарушения гражданских прав часть выступали против потому что считали что эти меры наносят экономический ущерб несовместимый с реальной опасностью коронавируса часть были против потому что к сожалению не видели в коронавирусе реальной опасности полагались не доверяли профессиональному мнению экспертов министерства здравоохранения видели все происходящее через призму внутренней израильской политики сегодня оказались в ситуации когда возможная необходимость я хочу быть оптимистом надеюсь на то что все таки мы не стоим перед такой волной коронавируса с такими последствиями которые были до сих пор благодаря в первую очередь массовой кампании вакцинации тут надо сказать что в этом смысле как минимум цифры показывают что есть эффект от усилий правительства цифры вакцинации растут до каждый день практически больше десяти тысяч новых вакцинированных это примерно в два два с половиной раза больше чем в среднем две две с половиной недели тому назад это очень хорошо это единственное реальное средство сделать так что даже в случае распространения в израиле нового варианта коронавируса он не понесет за собой тяжелых последствий мы не увидим такого же роста числа тяжелобольных да что может потребовать введение карантинных мер или чего-то в этом духе тем не непонятно что скажем если министр образования и фатша шабита на посту председателя комиссии по коронавирусу фактически занимала позицию короноскептика и относилась крайне критически практически ко всем предлагаемым ограничительным мерам в борьбе с пандемией она не изменила свою позицию сейчас на посту министра образования это только один пример и понятно что столкнувшись ситуации которая может потребовать принятия подобных мер им придется этим людям придется либо сказать признать что в прошлом они были неправы что для политиков очень тяжело его продолжать настаивать на том что ситуация не требует подобных жестких действий и надо быть объективными они ответственны сегодня только за борьбу с коронавирусом но и за состояние израильской экономики которая конечно же а никто из нас не хочет возвращения к ситуации когда экономическая жизнь в стране вдруг вновь будет ограничена и тем более парализованным и знаем что несмотря на в их постепенный выход экономики из кислица и без нынешней волны скажем в такой сфере как туризм авиаперевозки ситуация все равно остается очень проблематичной и недаром мы отменяя то что при наявлительной цехова да вот это положение которое многие израильтяне оставшиеся без работы получали пособие безработицы неограниченным в неограниченный срок министерство финансов оставило туризм за града за за чертой это этой отмены там ситуация сохраняется проблематично кстати надо сказать что во всем что касается проблематике россии дело не только в туризме дело еще и в например таких программах как таглит которая на направлении снг практически не функционирует до сих пор по той причине что не только потому что россия находится в списке красных стран но еще и потому что российская вакцина до сих пор не признана в израиле и поэтому то положение которое действует в отношении групп таглит из стран с сша и стран европы где другие признанные израилем вакцины применяются его нельзя распространить на россию так что это еще одна проблема которая как мне кажется русскоязычные депутаты должны они есть серьезно задуматься но в целом если вот посмотреть на период небольшой естественно который работает новое правительство то возникают какие-то ну не то чтобы положительные эмоции но как какие-то в общем-то действительно положительные во всяком случае даже оппозиция не может предъявить коалиции достаточно каких-то серьезных весомых претензий по ее работе вот в этот короткий период люди пришли в новые министерства по тем сообщениям которые поступают пытаются навести там порядок экономик экономить средства и происходит какое-то упорядочение работы во всяком случае по тем сведениям которые поступают из того же министерства финансов которые вы упомянули из министерства туризма на ваш взгляд это или из министерства иностранных дел на ваш взгляд это говорит о том что правительство действительно взялось за работу то с чего мы начали не обращая внимание на идеологические споры или период работы очень короткий и судить о нем об эффекте работы правительства еще очень сложно но давайте начнем с того что в нашей системе каждое министерство но в значительной степени автономно да в своей текущей деятельности поэтому министры могут реализовывать свои идеи свои программы безотносительно к тому в каком в какой коллекции не находится это свобода действия достаточно широкая все на что есть бюджет может уже есть бюджет может быть реализовано другое дело когда речь заходит о новых инициативов вот например знаем что помимо проблемы с продлением действия закона запрете воссоединение семей еще одной такой идеологической проблемой стала или поселенческие форпосты где-то где казалось что мы идем к новому столкновению между поселенцами армии в духе и полиции в духе например омоны и и закончилось это дело компромиссом но этот компромисс менялся то есть сначала было договорить поселенцам было обещано что какое-то гражданское присутствие на этом объекте сохранится в течение всего времени когда государство будет выяснять кому принадлежит там земля затем левое крыло провести начало протестовать оказывать давление на министра обороны бениганца и тот в свою очередь объявил что никакого гражданского присутствия там не будет и только после того как выяснится что на какой-то части этой земли на которой сегодня находится форпост можно создать гражданское еврейское поселение только тогда он это разрешит и в конечном итоге поселенцам пришлось согласиться на такой вариант мы видим что здесь есть период возникают таких ситуациях перетягивание каната между условно левой и условной правой частью этого правительства в тот момент когда в решении того или иного вопроса сталкиваются или должны быть привлечены министерства где руководят представители двух этих разных крыльев понятно что там когда министр транспорта мира в михаэле обещает решить вопрос температурой кондиционеров в поездах это ни для кого не проблема если когда министр по делам религии матанка на партии мину начнет решать вопросы связанные с со статусом того или иного направления иудаизма в израиле вот тогда мы увидим как будет развиваться ситуация или вот сейчас например поставлю на повестку дня вопрос о том что будут произведены изменения в комиссии по выбору религиозных судей ямина утверждает что цель этих изменений обеспечить больше плюрализм оппозиция уже указывает на то что в результате этих изменений там в этой комиссии станет как ни странно меньше женщин чем было до того это вызывает недовольство участие депутатов новой коалиции которые считают что ради интересы бен это квота на ка на их окружении они в этом смысле победили задачи увеличения представительства женщин в общем говорят говоря проще там где каждый министр может действовать или там где есть личная заинтересованность двух лидеров этого правительства нафтали бен это и аэролопида предотвратить эскалацию конфликта которые могут привести к кризису там мы видим действительно что все что вопросы решаются пока за эти две недели на повестке дня правительства не возникали вопросы которые привели бы к серьезному идеологическому конфликту но с течением времени и чем и самое главное чем ближе будет становиться обсуждение бюджета да вот там мы увидим реальные так сказать вызовы гармонии которые существуют в этом правительстве еще раз надо сказать что мы привыкли на самом деле за последние два года к политическому хаосу поэтому мы уже спешим через пару недель поставить диагноз и сказать это правительство работает это правительство не работает я думаю что всем понятно что в той ситуации в которой оказались члены этого нового правительства тех при тех обстоятельствах которых она была создана их выше самой высокой задачей сегодня является продемонстрировать что они могут работать эффективно и даже лучше чем те кто были до них и надо сказать что в свете того что происходило в течение года вот этой попытки неполного года мирного сожительства бедемин антаньягу и бениганца в предыдущем каком паритет на праве спина что это достаточно легкая задача как минимум в этом периоде до классический пример это быстрое утверждение правительства списка назначений на израильской дипломатической службе до которые два года были заморожены практически мы говорим мы говорим о 36 кадровых сотрудников министерства иностранных дел израиля которые их семьи и дети ждали этого решения чтобы определиться с наконец когда знаю узнать когда они попадут на свои новые должности своих но в странах где они должны представлять израиль решить вопросы бытовые вопросы трудоустройства образования и так далее то есть это классический пример того насколько не только интересы государства но и скажем элементарная обязанность государства по отношению к своим гражданам случае дипломатом были в результате этих конфликтов отставлены в сторону понятно что срывать такие низковисящие плоды это правительство может и она так и действует из показывает граждан что в отличие от предыдущего вот этого вот паритетного правительства ганса и интерьера в паритетном правительстве лапида и беннета существует реальная деловая атмосфера но еще раз надо сказать что когда эти вот так сказать запасы закончатся и когда придет время принимать собственные непростые идеологические решения вот тогда действительно эта коалиция предстанет перед реальным экзаменом на прочность арик спасибо за ваши комментарии всего доброго спасибо вам на этом все напомню что с нами на связи был израильский политолог арик эльман до свидания